Всем привет! С вами Влад А4! Что делаешь? Как-то раз я увидела в ТикТоке в рекомендациях девочку, одетую в одежду из пачек чипсов. Да, я уже немножко преобразилась, я подстригла свою челку, я не знаю, зачем это сделала, объяснить кто-нибудь не понимаю. И из-за этого мы будем сегодня делать, пытаться делать одежду. Я подумала, что если делать только из чипсов, это будет немножко скучно, поэтому я решила сделать еще из шоколадок. Из чипсов у меня будет топик, и юбочка, и сумка из шоколада. Чоколейт. Пока я не знаю, как я это все буду делать, но, наверное, мне принесут степлер, и я буду делать это с помощью степлера, потому что у меня утюга нормального нет. Я хотела бы назвать это видео, типа, бюджетная одежда, но потом я поняла, что она нифига не бюджетная. Вы понимаете, сколько стоят чипсы? Чипсы стоят 100 рублей, даже больше 100 рублей. Первое, что мы будем делать, это сумку. Степлер. Сумку я буду делать из шоколад, то есть чипсы нам сейчас не понадобятся, так что мы их... Так, короче, у нас не очень много принадлежностей, но я думаю, мы как-нибудь разберемся. Так ведь, да? Я все проду влажную салфеткой. Я не увидела, что я делала все правильно. Но в этом и смысл. Тут я уже такая шустрая, быстрая, начала скреплять все степлером. В общем, у меня не было никакого определенного плана, трафарета. Я просто, что видела, то и скрепляла. То есть, как фантазила, фантазерила там всякие фантазии. К сожалению, у меня не получилось в некоторых местах все скрепить степлером, поэтому я использовала плюс еще какой-то двусторонний скотч, но это даже лучше, потому что двусторонний скотч не так заметен, как степлер. Потом я вырезала из оставшихся шоколадок такие полосочки небольшие, чтобы сделать ручку. Итак, сумку я, получается, уже сделала. Сейчас будем делать топик. Наверное, на основную часть, то есть, на переднюю я возьму вот так вот будет. А сзади, получается, он будет скрепляться с задней упаковкой, потому что я не хочу на заднюю часть тратить передние упаковки от Лейс. Извините, это очень дорого. Более мне надоело я с чипсом. Типа, что я буду покупать чипсы и просто их выкидывать и прикалывать? Это не смешно. Взяли мой топик. Сейчас будем все примерно делать. Я, правда, не лягко буду его одевать потом, потому что тяжело это будет, наверное. Как я буду его скреплять, все же без понятия, без понта. Сейчас мне нужно будет их разрезать, наверное, да? Или сделать, типа, вот так вот. Как считаете? Нет. Мне нужно сейчас будет, получается, обрезать упаковку, чтобы они были одинакового размера. Короче, я сейчас подумала о том, чтобы испортить все и взять чук. Я подумала, что скотчем будет слишком уродливым, поэтому можно испортить чуком, правильно? Короче, у меня этот лайфхак оказался вообще не рабочего характера, поэтому что мы делаем? Мы скрепляем все обычным скотчем, вот таким вот, двухсторонним скотчем. Я скрепила только две упаковки передние. Ну, как бы, для переднего он сойдет, дальше можно хуже делать, так что можно еще больше не стараться. Я не знаю, что делать с этой упаковкой, потому что я ее просто сожгла. Блин, двухсторонний скотч, прям, реально, не спасает. Я не знаю, что я делала без двухстороннего скотча. Давай бы степли. Но степли тоже не вариант, потому что рвется. Раз степли, рвется упаковка. Я не знаю, на что я надеялась, как можно было обойтись двумя пачками чипсов. Короче, мне придется еще использовать одну, скорее всего, а может быть даже две. Я возьму лейс и красная икра. Есть прекрасная фраза на это. Оправдание то, что я сейчас делаю. А вдруг я завтра умру, правда? В тот же раз я казалась более умной, и я не буду разрезать вот эту вот штуку. Все, прикреплю к этой и потом склею. Все. Я думала, будет готово. Я в это же влезу. Ее разрезают не за счастье, и получится лямки. Я посмотрела под вене, они теперь прям идеально подходят. Ребята, у меня готов стоп! Вау! Он, правда, еще не закреплен, но это все закрепится позже. Опять я занимаюсь разрезанием упаковки и протиранием от остатков чипсов. В общем, не очень приятное дело, скажу так. И склеиваю точно так же, как топик. Правда, я думала, что я буду врезать какую-то форму, но я решила, что я не буду передавать никакую форму, потому что это слишком тяжело, и просто склеила прямоугольником. Все. Короче, я уже все доделала, только осталось скрепить это между собой, потому что так, если я скреплю заранее, я их просто эти все шмотки не одела. Сейчас я приведу себя в порядок, чтобы мое лицо было более-менее приличное, потому что одежда-то приличная, и мое лицо должно быть приличное. В этом тяжело дышать. Только сильно шелушит, что мне просто в этом тяжело ходить. А теперь немного чок-чоков. И, кстати, я мальчик. Верно, я Кира. И что вы теперь сделаете? В турбике я осталась. Еще терпимо в нем ходить, но все равно тоже очень дискомфортно. По сравнению с юбкой, топик это просто идеально. Забыла совсем сказать. Представляете себе, было очень холодно, но где были пачки, было пипец потно. Вот реально, потому что в юбке находиться больше 10-20 минут. Но если в топике можно куда-то еще сходить пофоткаться, то в юбке я не знаю, что в ней сделать. В общем, ставлю этому на этот дизлайк. Очень огромный дизлайк. Если вам было интересно смотреть на мое мучение, я сейчас захочу расстегнуть это. После этого видео точно начнутся ненормальные одежды. Это было все. Всем пока. Я сейчас поднюхаю, а мне пахнет чипсами. Ну что, пойдемте на свидание? Какие-то просроченные, причем. Субтитры создавал DimaTorzok